Когда Джуни было 10 лет, семья переехала в небольшой город, Дубовый ручей. Для девушки это было все равно, что оказаться в сказке. Ведь теперь она могла воочию наслаждаться всем, о чем мечтала в детстве. Гулять по лесу каждый день, плескаться в чистой речке, дышать свежим, пахнущим хвоей воздухом. Как же сильно радовалась девушка. Она была безумно счастлива в этом волшебном месте, после душного мегаполиса. Хотя родной городок и казался Джуни раем на земле, у этого места была одна проблема. В округе разгуливали рыси, нападавшие на домашних животных. Ну и аппетиты у этих хищников, то теленка утащат, то козу задерут. Фермеры, конечно, бесились от такого внимания. Что придумали делать против назойливых рысей? Стали ставить на них капканы, вот что. Жестокие, опасные капканы, которые ломали лапы зверям и калечили их. Даже если рысь выживала и ее отпускали, травма часто оказывалась смертельной. У Джуни разрывалось сердце от жалости к несчастным животным. Но фермеры, похоже, мало заботились о гуманности. Девушка очень переживала из-за жестокого обращения с рысями. Ведь эти прекрасные животные страдали от боли и часто погибали от ран, нанесенных капканами. А ведь рыся тоже имеют право на жизнь. Джуни с детства чувствовала особую связь с лесными обитателями. Ей было невыносимо видеть, как из-за бездушных капканов гибнут или калечатся невинные существа. Что-то нужно срочно предпринять, чтобы защитить рыся от этих ужасных ловушек. Решила Джуни. Она понимала, что фермерам тоже не сладко от набегов хищников. Но ведь можно найти гуманное решение, которое устроит всех. Джуни была полна решимости помочь как зверям, так и людям. Девушка стала ломать голову, как защитить фермеров и одновременно не причинять вреда рысям. И тут ее осенило. В наши дни ведь есть современные гуманные ловушки, которые просто удерживают зверя, не калеча его. Так фермеры могут не пускать хищников на свою территорию, при этом не наказывая их жестоко. Джуни с энтузиазмом поделилась идеей с фермерами. Но фермеры лишь отмахнулись, да ну эти новомодные штучки не сработают. Мы лучше по старинке будем ставить наши капканы, верные помощники. Джуни была горько видеть их равнодушие. Но она не собиралась сдаваться. Раз уж упрямые фермеры отказались от гуманных ловушек, Джуни решила действовать сама. Она заказала несколько таких современных ловушек, которые просто фиксируют животное, не причиняя ему боли. Каждый вечер после работы Джуни обходила фермы и расставляла эти гуманные ловушки по периметру. Хоть фермеры и скептически косились на ее старания, Джуни была полна решимости защитить и людей, и зверей. Она знала, рано или поздно рыси почувствуют, что в этих ловушках их ждет лишь временное неудобство, а не калечащее раны. И перестанут приближаться к фермам, держась теперь подальше от человеческого жилья. А в случае с капканами фермеров, у рыси уже не было шансов на жизнь. Даже если травмированный хищник выберется, он уже не сможет эффективно охотиться и умрет в муках. Джуни верила, что ее задумка обязательно сработает. Конечно, расставив ловушки, дело на этом не заканчивалось. Джуни понимала, ей нужно ежедневно проверять их и освобождать пойманных рысей. Это была непростая и даже опасная задача, ведь раненый хищник мог напасть из страха и боли. Но Джуни была полна решимости помочь этим прекрасным животным. Каждый день после работы она обходила фермы по периметру. Когда рысь попадалась в ловушку, Джуни осторожно приближалась, успокаивала напуганное животное ласковым голосом. А затем отпускала засов и выпускала ее на свободу. Сначала, конечно, бедный зверь был весь перепуганный и дезориентированный. В глазах мелькал ужас, ведь рысь не могла понять, что происходит и кто эта женщина перед ней. Но потихоньку до несчастного зверя доходило, что эта добрая тетя Джуни подарила ему свободу. Она ведь открыла клетку и теперь он может умчаться прочь от ненавистных ферм, где его подстерегали жестокие капканы. Рысь сначала неуверенно выбиралась наружу, а потом резко убегала со всех ног, как будто боялась, что женщина передумает отпускать. Она мчалась что было сил, пока не скрывалась в чаще леса. Там, в глубине дремучего леса, рысь могла найти себе новый дом и начать жизнь заново. Так прошло несколько недель. Джуни с помощью гуманных ловушек уже спасла немало рысей от верной гибели в беспощадных капканах. Но однажды ей предстояло столкнуться с особенно сложным случаем. В очередной раз проверяя ловушки, Джуни увидела в одной из них рысь. Бедняга жалобно стонала и дергалась, было видно, что она серьезно ранена. Джуни аккуратно ввела зверю обезболивающее и отвезла к ветеринару. Тот смог зашить глубокие порезы на лапе и вылечить рысь. Джуни ухаживала за животным все дни выздоровления. Она радовалась, что смогла помочь этому несчастному зверю. Его шрамы напоминали о бесчеловечности жестоких капканов. Наконец рысь полностью оправилась от ран. Пришло время выпускать ее на волю. Джуни отвезла зверя в глухие леса, подальше от ферм и опасных капканов. Она открыла клетку, и рысь осторожно выбралась наружу. Перед тем, как скрыться в чаще леса, рысь обернулась и посмотрела на Джуни. Тут в лучах заката девушка разглядела отметину на груди зверя, редкий окрас шерсти в форме полумесяца. «Не забуду тебя, моя красавица! Береги себя!» Крикнула Джуни вслед убегающей рыси. Она была счастлива, что этому животному удалось подарить второй шанс на жизнь. Девушка надеялась, что больше никогда не увидит эту рысь в своих ловушках у ферм. Джуни вышла замуж и родила двоих прекрасных детей. Они подрастали, и маме не терпелось показать им красоты родных мест. В один прекрасный летний день они втроем отправились в поход в живописные леса неподалеку от Дубового ручья. Джуни с улыбкой вспоминала эти места, ведь когда-то именно здесь она выпускала на волю пойманных рысей. Семья разбила палаточный лагерь на опушке старого леса. Дети с восторгом слушали рассказы Джуни о приключениях с рысями. Они и не подозревали, что скоро тоже станут участниками невероятной истории. Вечером Джуни и дети сидели у костра, жарили хлеб на палочках и весело болтали. Вдруг из чащи леса послышался шорох. Джуни насторожилась и вгляделась в темноту. Оттуда выступила взрослая рысь. Дети замерли, а мама приготовилась защищать их. Но тут в лучах костра она разглядела на груди рыси знакомый полумесяц. Это была та самая рысь, которую девушка когда-то вылечила и выпустила в этих лесах. Зверь не выглядел агрессивным. Он посмотрел прямо в глаза Джуни, будто узнавая свою спасительницу. А затем тихо позвал. Из кустов высыпали трое пушистых котят. Это были детеныши чудесной рыси. Люди, боясь пошевелиться, завороженно смотрели на эту трогательную сцену. Будто рысь решила отблагодарить Джуни за спасение и подарила ей возможность увидеть своих малышей. Дети широко распахнули глаза от восторга. А Джуни чуть не расплакалась от умиления. Какой же это был незабываемый, поистине волшебный момент. Просто чудо, что эта дикая рысь, которую спасительница вылечила много лет назад, вдруг появилась, чтобы представить своих котят. Джуни казалось, что на мгновение они с рысью поняли друг друга без словарей. Такое случается очень редко. Эта удивительная встреча навсегда запечатлелась в памяти героини истории и ее детей. Они были потрясены и тронуты, что рысь пришла показать им своих котят. Это стало по-настоящему значимым опытом для каждого из них. Ведь так редко удается увидеть проявление благодарности от дикого животного. Джуни была счастлива, что когда-то сумела помочь этой удивительной рысе. Даже дикие хищники благодарны людям, спасшим их от гибели. Они все понимают, хоть и не могут выразить словами. Дорогие друзья, если вам понравилась история обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.